кто слышит да как гудят машины с вами юрьевич здравствуйте все я вот оказался в центре вот там вот проспект мира и вот поддержку фургала там видимо едут автомобилисты пипикают и это видимо будет повсеместно скоро по всему хабаровскому краю как пишут хабаровска собралось больше 20 тысяч человек там но у нас конечно город не хабаровск народ более разобщенный но тоже сколько-то собралось переликали ладно я туда не пойду меня увидеть хочу а ну вон они так едут не спеша в общем люди нашли чем заняться в субботу матюгальники какие-то кричат ну а тут помаленьку идет распил мега распил опять видите кипит прям аж строительство так кипит что просто пидец короче выкипает уже всю день деньги уходят на счета куда-то там в офшоры через фирмы однодневки газ арбайтерами с какими-то непонятных каких-то гор спустившимися с рабами потому что не местные конторы это все делают то есть тут вообще построена эта вся система ну так что как я уже говорил сергей иванович очень глубоко копнул очень многим он насадил за интересантом когда они озаботились почему так мало им денег притекает и конечно какие они делают удивленные глазки да как жириновский сказал чемоданчик и прочие дела они все такие удивленные делают глазки такие как у девочки 16-летней которую вдруг лишили невинности так на какой-то там вечеринке в общем глисты наши охеревший абсолютно не понимают человеческого в рамках закона общения соответственно тем самым они подписывают просто себе приговоры объявления войны потому что если народное воле заявление входит в разрез с конституцией то человек имеет законные права защищать свое жизненное пространство свою свободу свою родину и никто ему не скажет что он урод там террорист и так далее кроме тех же глистов охеревших поэтому я так смотрю что дальний восток скоро станет пугалом страшнее чем чечня да видите какие мы все страшны в глазах москвичей всяких экспертов по дальнему востоку которых было вчера немерено на центральных каналах ни разу не бывавших не то что хабаровском крае небывавшие восточного урала наверно что ты сказал так фамилия твоя какая побери подбери денежки чё ты куришь подъезде ты живешь здесь ты кому пришел какую квартиру вас скажи пожалуйста я тебя снимаю я тебя спрашиваю что потом у полиции у полиции не было вопроса к тебе и ко мне что я к маленьким пристаю давай давай давайте юноша встал и пошел пожалуйста что у тебя пиво да нет сколько тебе лет а ну-ка покажи лимонад лимонад да ну ладно все прошу слушай дорогой и от того не собираюсь вести долгий разговор пожалуйста тебе сказали ты по-хорошему не понимаешь юноша чем-то ход на наша вася я звоню полю